Первый вопрос июльского заседания Брестского облсполкома – итоги социально-экономического развития области за первое полугодие текущего года. За период с января по май 2014 Брещина обеспечила выполнение двух из четырех прогнозных показателей, таких как номинальная начисленная заработная плата и прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Достигли запланированных отметок и два индикативных показателя. Воловой региональный продукт составил 102,6% при прогнозе 101,2%, а показатель энергосбережения достиг минус 7,9% при задании 3,0%. Мы имеем неплохой темп просто по внутреннему валу продукту, хотя я должен сказать, что снизили к уровню прогноза за пяти месяцев этот показатель. Но тут есть некоторые причины объективные, поэтому я думаю, что по результатам 7 месяцев темп у нас будет намного больше. Мы выполнили прогнозные показатели по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, по номинальной начисленной средней заработной плате, по неразбережению. Выполняются показатели по розничному товарообороту. В целом, итоги работы за прошедшее полугодие можно назвать положительными. Наша область находится на лидирующих позициях по многим показателям в сравнении с другими регионами республики. Однако нельзя не принимать во внимание имеющиеся проблемные моменты, такие как недостаточный уровень экспорта товаров и услуг, наличие убыточных предприятий, несоблюдение соотношения таких категорий, как выручка на одного рабочего и заработная плата. И причины такого положения дел есть как объективные, к примеру, потери украинского рынка, так и субъективные, чаще всего объединяющие различные проявления человеческого фактора. От нежелания модернизировать свое предприятие до неумения продавать выпущенную продукцию. Если экспорты, что можно как-то, как я уже говорил, попробовать найти оправдательные мотивы, то по темпам роста промышленной продукции, под родным работам, мотив каких-то веских нельзя здесь придумать. Виноватые здесь начинают министерства, ведомства республиканских, вот наших республиканских органов, и кончая руководителями городских и районных исполкомов. И я должен сказать, что сегодня мы должны сделать серьезный упрок тем руководителям и тех предприятий, которые находятся в этом зале, которые мы пригласили, которые, я смотрю, так методично, из месяца в месяц свои показатели не улучшают. Я имею в виду работа этих промышленных предприятий. До конца текущего года еще есть время исправить ситуацию, что и должны сделать как руководители предприятий, так и представители органов власти на местах. В противном случае при подведении итогов года будет остро поставлен кадровый вопрос, который является ключевым при решении проблем в любой из отраслей народного хозяйства.